Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на моём канале. Сегодня необычное приветствие для моего канала. Обычно я с вами здороваюсь из моей кухни. Но сегодня решила для вас отснять небольшой обзор в магазине FixPrice. Мне нужно кое-что там купить и решила отснять небольшой обзор. Думаю, вам понравится. Судя по последним просмотрам моего видео, я пришла к выводу, что рецепты уже как бы не актуальны. Поэтому решила немножко разнообразить свой формат и сегодня сниму небольшой обзор. Посмотрю по просмотрам, вам нравится такой формат или нет. Если вам понравится, а я это пойму по просмотрам, то буду снимать почаще. У нас вот такая замечательная осенняя погода. Можно сказать, у нас золотая осень. Это город Ростов-на-Дону. И вот так выглядит осень в нашем городе. У нас достаточно тепло, комфортно и очень красиво. Вот такая осенняя красота. Вот я дошла до магазина FixPrice. Этот магазин находится недалеко от нас. Прямо на входе есть такой большой стенд с новогодней тематикой. Тут очень много всего. Игрушки, гирлянды, бантики, носочки новогодние. Сразу же нашла вот такую новогоднюю гирлянду. Шишки, 20 светодиодов. Смотрится очень красиво. И стоит, наверное, 199 рублей. Из этой же серии есть вот такая гирлянда новогодняя, капельки. И стоит 199 рублей. Тоже 20 светодиодов. Из этой же серии есть гирлянда новогодняя, ёлочки на 10 светодиодов. И стоит 299 рублей 2 метра. Есть вот такое очень красивое ёлочное украшение. Тут ёлочка, кисточка и вот ниточка, чтобы повесить на ёлочку. 27 сантиметров и стоит 55 рублей. А вот такое украшение уже 40 сантиметров. Декорация новогодняя, подвесная. И тут написано Merry Christmas. Они всё очень красивые. Есть вот такие новогодние бусы. 4 метра и стоят 55 рублей. Разные расцветки. Есть вот такой новогодний декоративный подсвечник. Материал доломит. Но сколько стоит, не нашла. Цена не указана. Есть такого красного цвета и есть белого цвета. Есть вот такие шарики новогодние, 8 штук и 5 сантиметров размер шариков. Их пока очень много. Есть вот такие деревянные игрушки. Это набор. В наборе входит 10 игрушек. Сделано в Китае. А материал дерево, полиэстер и бамбук. Очень красиво и мило смотрятся. Эти игрушки есть в разных цветах. И стоит такой набор игрушек 249 рублей. Набор новогодних наклеек. В наборе 8 наклеек. Состав дерева, полиэстер, полистирол, эваа. И стоит такой набор 77 рублей. Есть вот такая новогодняя декорация. Паровозики называется. Состав дерево и сталь. И произведено в Китае. Есть вот этот паровозик. И три вагона с подарками. Есть вот такие подвески. 22 сантиметра в длину. Декорация подвесная новогодняя. Вот такие они все очень красивые. И такие подвески стоят 77 рублей. Они разные. Есть сердечко, звездочка и елочка. Есть вот такая декорация елочная подарок. Это коробочка. Вот так красиво упакованная. Ну, правда, конечно, коробочка пустая. И такое украшение стоит 50 рублей. Есть вот такое сердечко. Это декорация новогодняя подвесная. Стоит 149 рублей. И с подсветкой. Внутри батареек нету. Нужно докупить. Есть вот такие наклейки. Новогодняя наклейка. 35 на 18 сантиметров. Очень красиво и мило смотрится. И такая наклейка стоит 99 рублей. Мне очень нравятся вот такие вещи. И вот есть такой набор для детей. Написано набор для творчества. Детский. Носок. В наборе есть носок. Вот такой. И вот эти декоративные элементы. И такой набор стоит 99 рублей. Есть вот такие новогодние светильники. Это гномик. Это снеговик. И этот светильник, светящийся внутри. И стоит такие светильники. 299 рублей. Есть вот такие светильники. Ёлочка. Они в разных цветах ведут. Теплый белый свет. Батарейки в комплекте. И стоят такие светильники. 249 рублей. Есть вот такой очень красивый новогодний носок. И такой носок. Это декоративный носок для камина. Для подарков в целом. И такой носок стоит 149 рублей. И есть вот такой носок. Вот этот носок очень хорошего качества. И он подороже. Стоит 199 рублей. Очень много вот таких лент для упаковки подарков. И ширина 2,5 сантиметра на 2,7. То есть 2,7 длина. Есть такая же упаковочная лента красного света с надписью Happy Christmas. И стоят такие упаковочные ленты 77 рублей. Очень много кружек с новогодней тематикой. Очень много. Самая разнообразная с надписью Бейс. Объем вот этих кружечек 430 миллилитров. Состав фарфор сделан в Китае. И вот эти кружечки стоят 149 рублей. И все такие кружечки. Очень красивые. Тигрец и тигренок. Они с надписью Верь в чудо. Объем этой кружечки 360 миллилитров. И стоит такая кружечка 199 рублей. Очень милая кружечка. Кстати, очень хорошего качества кружечка. Вот такая очень большая кружечка с надписью Merry Christmas. Объем этой кружки 560 миллилитров. Материал фарфор. Страна-производитель Китай. Она очень большая и очень красивая. Снежинки. И с надписью Merry Christmas. Есть вот такая трехсекционная минажница в форме елочки. Материал доломит. Сделано в Китае. Но смотрится очень красиво. Очень аккуратная работа. И цвета очень приятные. Это цвета мука. И есть белого цвета. И есть красного цвета. Вот есть такие очень красивые новогодние декорации. Это шар. Внутри шара елочки. Олень. Елочки заснеженные. Очень красиво. И это светящийся шар. Но внутри, наверное, батареек нет. Такой шар стоит 249 рублей. Есть вот такие ретро-игрушки. Материал стекло. И стоит 77 рублей. Это шишка. Тоже из стекла. Тоже стоит 77 рублей. Таких игрушек здесь достаточно много. В ассортименте. Они все стеклянные. И 77 рублей стоит. На выходе нашла вот такие очень красивые пакеты. Подарочные. Они просто великолепно смотрятся. Очень хорошего качества. Плотные очень. Но, к сожалению, цену не нашла. Состав бумага полиэстер ПЭТ. Сделано в Китае. Есть очень много упаковочной бумаги. И стоит такой ровно 55 рублей. Ширина бумаги 62 сантиметра. А длина 2 метра. Ну, достаточно выгодно, мне кажется. Вот такое очень милое кашпо для цветов. Вообще очень красиво смотрится. Кстати, очень хорошая работа. Очень прилично выглядит. И стоит такое кашпо 199 рублей. И есть вот такое кашпо вазон. Тоже 199 рублей стоит. Тоже очень мило смотрится. Кстати, очень аккуратная работа. Есть вот такие подвесные кашпо. 149 рублей стоит. Они в разных цветах есть. Есть вот такая замечательная фоторамка. 21 на 30 сантиметров. Очень качественная фоторамка. Материал ПВХ, МДФ, стекло, сталь, бумага. Очень качественная фоторамка. И стоит такая фоторамка 99 рублей. Есть вот такие очень милые фоторамки. Тоже 10 на 15 сантиметров. Есть в двух цветах и стоит 199 рублей. Состав полистирол и стекло. Нашла вот такую фоторамку с клипсами. Фоторамка на 4 фото. Кстати, очень мило смотрится и очень аккуратная работа. И стоит такая фоторамка 199 рублей. Есть вот такой набор свечей в упаковке 3 штуки. И такой набор стоит 149 рублей. Есть в двух цветах. Вот такие блокноты 80 листов. Очень красиво смотрятся. Даже такой блокнот не стыдно подарить. Есть в разных цветах. Они все аккуратно упакованы. И стоит такой блокнот 249 рублей. Блокнот в клеточку. И в этом блокноте есть закладка. Состав полиуретан. То есть переплет полиуретан и бумага. Есть вот такой очень интересный набор для творчества. Для всех возрастов. В наборе входит основа на картоне с контуром. Акриловые краски. Вспомогательный лист. Кисть. И акриловый лак. По-моему, очень мило смотрится. Из этой же серии есть тоже картина по номерам на картоне. 30 на 30 сантиметров. Тоже написано. Творчество для всех возрастов. В отделе посуды я нашла вот такие формочки для печенья. Клубника есть. Есть лимон. И такие формочки стоят 55 рублей. Нашла вот такую салфетку декоративную в рулоне. 30 на 150 сантиметров. Это антискользящая. Это, мне кажется, удобно будет в шкафах, в холодильнике. Состав ПВХ. Произведено в Китае. Мне кажется, это будет удобно порезать по размеру шкафа или полочки. И туда класть уже посуду. Думаю, для холодильника тоже очень хорошо будет. Стеклянные полочки царапаться не будут. И есть в двух цветах. Синего цвета и розового цвета. Вот набор форм для выпечки с крышками. 6 штук. И такой набор стоит 99 рублей. Такие формочки есть в разных расцветках. Есть вот такой набор подставок. В наборе 4 штуки. Материал слонец. И здесь имеются антискользящие ножки. И ножки из спененого материала. Стоит такой набор 99 рублей. Из этой же серии есть вот такая доска серверовочная с ручкой. Тоже с антискользящими ножками. Размер этой доски 29 на 19 сантиметров. Тоже материал слонец. И такая доска стоит 199 рублей. Вот нашла такую пиалу-болл. Здесь объем 900 миллилитров. Сделано в Китае. И материал фаянс состав. Очень красивого цвета. И стоит 77 рублей, наверное. Вот это цена, наверное. Ее цена. Хотя тут объем неправильно указан. Тут 750 миллилитров написано на ценнике. А здесь 900 миллилитров. Есть вот такие очень милые соусницы. Клубничка. 27 рублей 50 копеек. Они очень мило смотрятся. И есть вот такие соусницы. Наверное, у них цена одинаковая у всех. Есть вот такая соусница в форме ракушки. Такая замечательная пиалу-болл. 700 миллилитров объем. И состав керамика. И такая пиала стоит 99 рублей. Такой салатник в форме яблока. Стоит 99 рублей. Объем 800 миллилитров. Состав опаловое стекло. Сделано в Китае. Из этой же серии есть салатник меньшим объемом. Тут объем 480 миллилитров. И стоит 77 рублей. Тоже опаловое стекло. Сделано в Китае. Вот есть салатник тоже из опалового стекла. Сделано в Китае. В форме сердца. И 99 рублей стоит. Объем 600 миллилитров. Есть вот такие салатники в форме клубники. 420 миллилитров. 77 рублей стоит. Опаловое стекло. Из этой же серии есть вот такие тарелочки в форме клубники. 99 рублей стоит. Тоже материал опаловое стекло. Диаметр этой тарелочки 21 сантиметр. Есть вот такой очень милый салатник. 149 рублей стоит. Объем 1,8 литра. Состав фаянс. Сделано в Китае, конечно же. Есть вот такая очень красивая овальная форма для запекания от Luminark. И такая форма стоит 299 рублей. 22 на 16 сантиметров. Это по ощущению опаловое стекло. Есть вот такой очень красивый салатник. Произведено в России. В Владимирской области. Кусь хрустальный. Объем 2,6 литра. А диаметр 23 сантиметра. Салатник очень мило смотрится. Из этой же серии есть вот такой салатник. 99 рублей стоит. Здесь объем 916 миллилитров. А диаметр 18 сантиметров. Тоже гусс хрустальный. Вот такие очень милые тарелочки. Есть разных цветов. По 55 рублей стоит. И 16,5 сантиметров диаметр. Есть вот такое чайное блюдо. 77 рублей стоит. И 16 сантиметров диаметр. Состав фаянс. Есть вот такой очень милый заварочный чайник. Очень красивый вообще. Объем 500 миллилитров и стоит 249 рублей. Сделано в Китае. Но материал не указан. Мне кажется, это керамика. Нашла вот такую очень милую чашку для чая. 77 рублей стоит. Материал фарфор. Чашечка просто бесподобная. Легкая-легкая. Есть вот такие кружки. По типу эмалированных кружек. Они тоже очень мило смотрятся. Объем 370 миллилитров. Состав фарфор. Есть такой органайзер для косметики и аксессуаров с зеркалом. Очень удобная штука. И стоит такой органайзер 199 рублей. Есть вот такая косметическая шапочка. 149 рублей стоит. Рукавица для пилинга. 99 рублей стоит. Хорошая рукавица. Качество приличное очень. Вот такие бигуди для волос. 55 сантиметров. В упаковке 12 штук. И стоят они 249 рублей. Вот такой очень милый кошелечек. С бананами. Цвет, кстати, очень красивый. Стоит 249 рублей. Но насчет качества ничего не могу сказать. Понятно, что кошелек по этой цене не может быть идеального качества. Есть вот такой очень большой органайзер для косметики. И стоит 249 рублей. Есть вот такие массажеры для тела. 149 рублей. Как скалка выглядит. В чайном отделе есть вот такой чай Тесс. Есть в ассортименте. И в упаковке 20 пирамидок. И такой чай стоит 55 рублей. И есть вот такой чай зеленый. Куртис или Кертис. Как правильно пишите? Напишите мне, пожалуйста. Как правильно? Кертис или Куртис? Я английский не знаю. Извините, если что не так. Тоже здесь в упаковке 20 пирамидок. И стоит 55 рублей. Есть зеленый. Есть с разными добавками. Есть вот такой чай черный с травами. Есть чабрец и мята. 100 грамм стоит 55 рублей. Тестой чай черный байхвы. Лесные ягоды. Тоже 100 грамм стоит 55 рублей. Есть вот такой черный чай. Тоже байхвы. 180 грамм. 77 рублей. И здесь написано состав. Чай черный байхвы. Индийский крупнолистовой. Цена очень даже демократичная. Для крупнолистового чая. 180 грамм. 77 рублей. Это очень выгодная покупка, мне кажется. Есть вот такая березкая пастива классическая. 100 грамм стоит 77 рублей. И тут на упаковке написано, что ручная работа. Если честно, я вообще даже не пробовала. Возьму одну упаковочку для пробы. Посмотрим. Чокупай в ассортименте. 55 рублей стоит. В упаковке 6 штук. И масса 168 грамм. Это с ароматом банана. Есть шоколадные. Есть с ароматом клубники. И есть обычный классический. И есть пирожные Барни. Выгодная упаковка. 199 рублей. 240 грамм. В упаковке 8 бисквитов. Есть печенье Орео. 228 грамм. В ассортименте. Писаны удобные индивидуальные упаковки. Это с шоколадным вкусом. Такое печенье со злаками. Без пальмового масла написано. В упаковке 8 штук. 250 грамм. 55 рублей стоит. Хлебный спас. Производитель. Нашла вот такой муравейник медовый. 340 грамм. 77 рублей стоит. И вот здесь состав указан. Не молоко. Это растительное молоко. Есть в ассортименте. Есть вот такое овсяное классическое. 1 литр. 77 рублей. Есть такой же Лайт. 77 рублей. Есть овсяное шоколадное. 99 рублей. 1 литр. И из этой серии самое дорогое молоко. Это кокосовое. 149 рублей. И есть миндальное молоко. Тоже стоит 149 рублей. Бористо. Друзья мои, я уже думала. Вот все, что я сегодня купила в фикс прайсе. Точка для себя купила вот эти патчи. Они стоят 99 рублей. Я купила такой новогодний носок. Носок стоит 199 рублей. Носок очень хорошего качества. Ну, это такой каминный носок. Можно класть туда подарки и повесить над камином. Взяла вот такие две чайные чашки. Объемом 200 миллилитров. Ну, для чая это для нас маловато, конечно. Но для растворимого кофе и для такого черного кофе самый раз. Чашечки очень милые. К сожалению, там больше не было. Все перебрали уже. Нашли вот без дефектов только вот эти две чашки. Но ничего, пусть будут эти две чашки. Купила белевскую пастилу. Взяла две пачки. Одну пачку мы уже пробовали. Пастила очень вкусная. Честно говоря, я первый раз пробую белевскую пастилу. И она мне очень понравилась. Здесь всего 100 грамм в пачке. И 77 рублей стоит. Обязательно, если вы не попробовали, обязательно берите, попробуйте. Очень вкусный, полезный десерт. И взяла вот таких два салатника. Салатники стоят 149 рублей. Объем салатников 1,6 литров. И материал фаянс. Салатники очень хорошие, легкие. Они очень прилично выглядят. Думаю, что цена, качество соответствует. Друзья мои, таким был мой сегодняшний обзор. Это был мой первый опыт. Не судите строго. Если вам мой обзор понравился, обязательно ставьте лайки. В комментариях пишите, какими товарами из FixPrice вы пользуетесь. На этом у меня сегодня все. Как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения. Увидимся в новых видео.